Мне нужны были деньги для лечения супруги на операцию, просто срочно. Мне позвонили из вашего офиса, сказали, что кредит одобрен, придите, получите кредит. Зачем вам сказали обращайтесь к вам? Ко мне? Да. Сказали обращайтесь ко мне, я вам отвечу на вопрос. Я обычный человек здесь и все. Вы необычный, вы лицо компании, Дмитрий, вы лицо компании. Вы искрите компании. Скажите, в вашей компании... Да, я даже официально здесь не работаю. Скажите, пожалуйста, в вашей компании можно получить кредит? В нашей нет. Мне нужно было им заплатить 40 тысяч. И вот мы эти 40 тысяч, мы сидели, набирали с этого микрокредитов, да, с моего телефона, да. И тут же им переводили сразу эти деньги. Хорошо, вы видите, у вас здоровье есть. А мне когда позвонили, сказали, что у меня там, я не походил, что-то неправильно указал. Вы меня снимите, я что-то неправильно указал. У меня были мысли суицида, у меня просто маленький дик и ребенок не звонит. И я этот... Это мне остановили. Вам эти деньги нигде поперек не ставили? Подождите, а вы зачем мне это рассказываете? А деньги куда? Честно, я нанимала ребят. Таких? Дагестанцы, чеченцы, да. Чтобы... Чтобы выпить деньги, да, чтобы когда вот Дмитрию уже вот так вот придушили, 89... Забор его взять. 89-то согласился отдать, потому что он признал, что он взял 70 тысяч. После дагестанских кавердинцев, в ШИТА приехали. Нам зацепили вызвать. Вы за ним сейчас? Нет, не было такого. Нет? Дагестанские, аж в Москвичи не приезжали, и тебя за горло не брали. Мальчики, ты тебя не представляешь? Я не позволю этого сделать. Летучая группа журналистов, юристов и блогеров обнаружила в Екатеринбурге очередную мошенническую контору, продающую воздух за весьма внушительные деньги. Группа молодых людей, по-видимому, завсегдаты в лаунж-кафе и барбершопов, арендовала офис в одном из центральных бизнес-центров уральской столицы, чтобы, как говорят циники, стричь лохов. И, судя по размещаемым на хэндхантере вакансиям и предлагаемым зарплатам, активно расширяют свою деятельность. В марте этого года та уже побывала в одной такой конторе, организованной жителями Белгорода и Воронежа на улице Сакка и Ванцете в уральской столице. Обещая помочь в получении кредита, с клиентов здесь брали по 20-30 тысяч рублей, якобы за проверку их кредитной истории и подкуп банковского сотрудника, который в обход своей службы безопасности готов ссудить деньги заемщикам, ранее имевшим просроченные задолженности. Эта контора прикрывалась именем крупного банка, не имея к нему никакого отношения. Наши нынешние герои еще более дерзкие. Они представляются как областной финансовый центр. Ну вот, пожалуйста, вот, мне вчера позвонили, вот, чтоб не соврать. Вам одобрен кредит, пожалуйста, приезжайте. А куда вы заявку подавали? Я подавал на сравниру. Оттуда почему-то все сравниру, там написаны анкетные данные, написана сумма, которая просится на рефинансирование. Но почему-то микрозаймы подключаются сюда, все подключается. Так, и вас позвали сюда? Вот, пришлось ехать 400 километров с Канара. Вам что пообещают? Кредит одобрен. Юрию Скубенко, приехавшему в Екатеринбург за якобы одобренным кредитом за 400 километров, как и еще нескольким людям, пришедшим в этот офис во время работы нашей съемочной группы, очень повезло. Им пришлось потратиться только на дорогу. В отличие от десятков, а может быть и сотен других несостоявшихся заемщиков, клюнувших на рекламу областного финансового центра. Нам в интернете удалось найти минимум два сайта этой организации, не исключено, что и гораздо больше. Один из этих сайтов откровенно рекламирует кредиты, принимает заявки онлайн. Второй чуть более честный и, похоже, у кого-то украден. Во всяком случае, в исходных данных здесь значится другое, московское юрлицо, но адрес дается здешний, екатеринбургский. На этом сайте, как и в телефонном общении с потенциальными клиентами, говорится, что оплата услуг посредников происходит только после получения кредита. А как это происходит в действительности, нам рассказали сразу несколько потерпевших. Одного из них зовут Виктор Семик. Виктор ездит на старенькой ржавой Деонекси, носит видавшую виду и местами порванную куртку, и день за днем пытается справиться с испытаниями, которые подбрасывает ему жизнь. У нас в семье очень сложная финансовая ситуация. Нужно налечение ребенку, инвалиду и супруге. И так получилось, что нужны были срочно деньги на операцию супруги. Просто срочно, и сумма большая. 57-летний Виктор Семик живет в селе Большие Брусяны Беларьевского района. Самозанятый, плотничает, таксует, работает сторожем. Оформлен по уходу за ребенком-инвалидом. Его 10-летний сын Иван пережил тяжелую черепно-мозговую травму, страдает аутизмом и нуждается в постоянной реабилитации. Лечение требуется и супруге Виктора, также инвалиду. Обращался в все известные Сбербанк, Альфа-банк, все, которые крупные. Сумма нужна была 250 тысяч. И везде отказ получили? Везде отказ. У меня кредитная история, долги по кредитам и без вариантов. Ребенок-инвалид, супруга-инвалид, у нас с деньгами настолько все плохо. На лечение брали, на жизнь. И в итоге пришлось еще ипотеку взять, квартиру в ипотеку, потому что ребенок-инвалид, на квартиру не пускают, и прописка еще нужна. Ну, там такие заморочки. Пришлось ипотеку брать. И вообще мы сели в жесткую лужу. Еще год-полтора назад семья Виктора могла рассчитывать на помощь благотворительных фондов. Но, опасаясь прослыть иноагентами, большинство из них вынуждены были отказаться от пожертвований за рубежа. А некоторые и вовсе прикрыли свою деятельность. Зато расцвели такие вот, как этот областной финансовый центр. Областное финансирование. Ну, они представили, что, да, да, что типа, все, придите, ну, можно получить. Ну, я прихожу, ну, действительно, да, да, вот мы помогаем, все, вот. Но, чтобы, мы знаем, что у вас плохая кредитная история, но мы идем навстречу в таких случаях. Мы проверяем все ваши кредиты, все ваши возможности, все ваши платежи, насколько вы платежеспособны. Но для этого нужно этот, ну, это оплатить эти услуги нужны. Так как, ну, мне нужно было 250 тысяч, но надо было закрыть, оплатить их, их услуги. Потом там еще, еще, еще. И, в общем, они говорят, ну, давай вот 400 тысяч возьмешь кредит, и сами за наш долг рассчитаешься, там еще и другие кредиты закроешь, и на операцию останется, на жизнь, там, что-то еще. Я, ну, подумал, ладно, что ж, 400-то, 400. И у меня, говорю, вот, денег нет, что делать? Ну, 40 тысяч у меня не найду, мне никто не займет. А давай мы сейчас этот, микрокредиты возьмем. И давай мы этот, тут же в офисе, давай мы этот микрокредит из телефона. Вы когда-нибудь в микрокредитных организациях не пользуетесь? Никогда я не пользуюсь. Вы знали, какие там проценты? Я знал, какие проценты, но я, ну, настолько голова у меня не соображала, я был настроен на это, на получение кредита. И тем более, если они говорят, вот, завтра получишь кредит, то я пойду с этого кредита, я заплачу этот микрокредит. Пропуская часть подробностей, скажем, что Виктора заставили взять в МФО и перечислить им еще 15 тысяч рублей. Ну, и этого якобы не хватило для исправления его кредитной истории. Когда у него потребовали очередной транш в размере 50 тысяч, мужчина, кажется, начал понимать, что оказался жертвой мошенников. Эти 50 тысяч, я говорю, ну, у меня этих денег нет, я уже понимаю, что надо останавливаться. И он мне говорит, я говорю, а микрокредит возьми, я уже набрал, мне уже это, и не дадут, и я, меня скоро задавят за эти микрокредиты. Он говорит, а ты, говорит, на жену возьми. Усу и компания были оказаны в полном деле и предоставлены клиенту для решения его финансового вопроса. Именно за этим они к нам и обратились. Которую я по общей сложности денег не перечислил? Вот сначала этот, 40 тысяч за этот, ну, типа за обработку. Потом, ну, 15, да, ну, 55 было, в общей сложности 55. Вы понимали, что вас разводят? Я уже понимал, но не настолько, чтобы остановиться. Я говорю, я 5 месяцев искал деньги, супруга дни и ночь не спит, дети маленькие, они на нервах, она на нервах, она, соседи ругаются, потому что она сутками кричит, и мы ничего сделать не можем, нам все отказывают в помощи. И, понятно, я готов убить уже было за эти деньги, если бы мне сказали бы, вот, на нож, и твоя проблема решится, я бы это сделал. Мы взяли в руки не нож, но видеокамеры и отправились в офис мошенников. Что из этого вышло, смотрите в ближайшее время в нашей программе. Субтитры создавал DimaTorzok